Здарова, бандиты! Вы снова смотрите выпуск на канале проекта Нуахули Муви Красавцы. Мы по-прежнему находимся в Краснодаре, за моей спиной река Кубань. И снова и снова я продолжаю делать для вас уникальный, классный, свежий, важный кальянный контент о всем самом интересном, что происходит в нашем любимом дымном мире кальянов. Значит, о чем мы разговариваем сегодня? Мы разговариваем о обновленном табаке из Казани под названием Бакар. Новая пачка, новая инцептура, все, короче, другое. Я пробовал, когда он был совсем плохой. Сейчас я пробовал, это вполне себе интересно. И разговариваем о необычных кальянах, которые очень сильно набирают популярность на российском рынке. Кальянах под названием Корос. Кальянах с регулируемым уровнем плотности тяги. Вот такая вот типа история. Их три, я так понимаю, их три разные. Поэтому я вместе с вами буду знакомиться параллельно с информацией. Это, как всегда, такой свежий, ничем не испорченный, никакими мыслями анбоксинг. Вместе с вами разбираем, вместе с вами собираем, вместе с вами изучаем информацию. И вместе с вами делаем какие-то выводы. Красавчик, что здесь в конце, как всегда, будет крутой розыгрыш. Присаживайся поудобнее, забивай чашечку. Все в лучших традициях жанра. Я начинаю. Поехали! Ну что, братва, давайте начнем. С чего начнем? С информацией или со сборки? Давайте начнем. Со сборки. Че, мы не разберемся, что ли, с корьянчиком? Значит, пачка. Я так понимаю, что вот в этих пачках новые модели. В пачке большой, модель старая. Выглядит прикольно, брендинг охуенный, очень эстетично, не вычурно. Я так понимаю, одной из фишек является вот этот самый, значит, диффузор, который симпатично выглядит. А не докопаться. Не докопаться, и значит, здесь информация о том, какого цвета модель. Открываем, собираем. Приятный ложемент. Приятный ложемент, это на самом деле не такая частая штука у производителей кальянов. Это ложемент такой же, как в кальянах хулиган бита. Это эстетично, прикольно. Значит, в таком формате выглядит кальян в коробке. Верхняя часть шахты. Необычненько все это, конечно, очень необычная форма. Прикольное покрытие, основание из полициталя. Значит, давайте разберем все, что дальше есть в комплекте. Мундштук. Окей, вот должен. Шахта, я так понимаю, разборная. А притом вместе с коннектором под чашу выкручивается угол. Очень необычная системка. Я это потом сниму еще поближе. Значит, внутри четыре шарика. Они зафиксированы необычной такой, типа, прослойкой, накладкой. Они же будут нашими клапанами продувки. И сейчас чуть попозже посмотрим. И здесь на два такие, типа, небольшие штативчика вставляется сам кальян. Посмотрим, короче, как это будет выглядеть в собранном виде. Как это будет продаваться, продуваться и курица. Но, в целом, это сейчас выглядит неплохо. Значит, что тут есть еще? Тот самый, тот самый с изображением. Ебаная лодка. Печенеги. Значит, тот самый диффузор, который крайне необычно выглядит, такого я еще в целом не видел. Блюдце. Блюдце, покрытое порошковой краской, не сильно большое. Но, в целом, надо отметить, что и кальян тоже не сильно большой. Погружная часть трубки, соответственно, наверное, миллиметров 13. Довольно большая. Большой внутренний диаметр шахты. Это вот теперь от пловца волны бьют по берегу. Надеюсь, вам нравятся романтичные вот эти все локации полуприроды. Так, а как это крепится? Окей, посмотрим, что еще есть. Ага. Шту, блядь. Так, окей. С этим я разобрался. Я попробую без инструкции разобраться со всей этой историей. Но, как вы можете заметить, здесь есть вот такая вот залубка какая-то. И до конца непонятно, что с ней сделать. У меня есть минимальное предположение на эту тему, но нет, походу, она не сработает. Ага, еба. Ну, ребята, сорян. Но это, конечно, блядь, жесть. Вообще полная жесть и дичь. Короче, вот такая тема. Это конкретная какая-то инновация. Я даже не знаю, сколько времени тебе было потрачено. Скорее всего, это будет в перемотке. Значит, я надеюсь, что дальше у нас тоже все получится. Да, все, все четко. А, значит, вот у нас, значит, этот самый регулируемый. Все, я разобрался. Прикольно, 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 пацаны. Необычная конструкция. Ну, что теперь у меня ничего не закручивается? Ага, я понял. Здесь, короче, нужно попасть было... Короче, ладно, сейчас вообще соберу. Короче, камер, я надеюсь, что все, что было до этого, ты сделал в ускоренном просмотре. И, значит, вставил таймер для того, чтобы все поняли, сколько я потратил на это времени. А вот он. Вот он, значит, секрет кальяна Короса, вот этого нового. Заключается он в том, что с помощью вот этой как раз штуковины я и могу во время курения кальяна регулировать диффузор и регулировать тягу, с которой я хочу курить. Разобрался, разобрался и хорошо. Вот видите, ну, типа, пять лет у человека кореянный блок, еще бы он не разобрался. Никакие инструкции нам ни по чем. Значит, что касается блюдца. Что здесь с блюдцем? Так, с блюдцем понятно. Конечно, конструкция пиздец, но, типа, если бы не мой опыт, скорее всего, я бы просто-напросто не справился. Значит, блюдце небольшое, симпатичное, брендированное. Как визуально, финально смотрится калья, можем мы наблюдать сейчас вместе. Ну, прикольная игрулька. Давайте соберем остальные и уже поставим чашки на них, покурим и будем делать какие-то выводы. Значит, коробка у нас улетает нахер. Короче, я заебался собирать этот кальян, если честно. Что касается порта под шланг, значит, здесь вот такая история. Он магнитный, но в то же время он покрыт пластиком, что не дает магниту возможность контактировать с любыми другими деталями, трескаться, окисляться и так далее. Это решение прикольное. Короче, визуально этот кальян прикольный. Мы его погружаем в шахту. В комплекте с кальяном идет, значит, уплотнитель под колбу, уплотнитель под шахту. У нас есть мундштук, мы его тоже сразу одеваем. Мундштук тоже брендированный, здесь такая ломаная линия. Это симпатично и прикольно. Все, первый кальян мы собрали, разобрались, переходим ко второму. Следующая модель кальяна Корос, она белая. У нее другая накладка. И здесь, кстати, есть инструкция для тех, кто не хочет выебываться и пытаться собрать кальян своими руками. Значит, мундштук. Мундштук точно такой же. Я еще раз повторю, что мундштук мне нравится. У него, значит, концовка из нержавеющей стали. Это все покрашено. И, соответственно, вот эта еще раз ломаная линия с брендингом. Это очень симпатично, очень красиво. То же самое, тот же самый диффузор, та же самая. Блядь, ну что теперь-то такое? Я так понимаю, что та же самая плюс-минус механика, поэтому сейчас мы должны справиться куда быстрее. Значит, накручиваем эту штуку. Симпатично. Симпатично выглядит вторая версия. Даже, наверное, посимпатичнее, чем, значит, первая. Что у нас здесь есть? Нам надо теперь скрутить эту историю. Короче, собирать кальяны Корос рекомендовано исключительно по инструкции. Неху выебываться. Скручиваем верхнюю часть, вкручиваем погружную шахту. Вот эту пиздюлину одеваем. Здесь есть отверстие. В это отверстие, значит, засовываем эту пиздюлину, спускаем ее до самого низа. Снизу одеваем на эту пиздюлину вот так вот диффузор. Вот так у нас выглядит кальян. Так мы будем регулировать. Одеваем накладку. Закручиваем. Значит, вот так у нас это все будет выглядеть. Одеваем накладку. Я, если честно, уже порядком заебался. Одеваем блюдце. Надо хотя бы до темноты успеть. Одеваем блюдце. И да, это прикольно. Это прикольно. Это прикольно. Это смотрится даже прикольнее, чем та модель. И, значит, что? И, значит, вот таким вот способом у нас нихуя не получается. Одеваем. Короче, пацаны, я заебался. Я все собрал. Одеваем блюдце. Вот так вот это все будет регулироваться. Это симпатично. Точно так же залетает в колбу. Просто жесть. Просто жесть. Я себя чувствую сейчас так же, как чувствовал года три назад, когда собирал немецкий огромный кальян под названием Genius, который весил там, блядь, 44 килограмма примерно так же, как я. И который я очень долго не мог собрать. Значит, первая модель, я так понимаю, сейчас у нас будет. Как отказаться? Здесь, да, это первая модель. Это типа кальяны, которые мы уже видели. И, скорее всего, вы с ними сталкивались. Здесь тоже инструкция. И мы в этот раз пойдем тоже по ней. Погружная часть шахты. Ну, мне, конечно, скорее всего, больше всего нравится форма вот та вот белая. Но это мы сейчас с вами решим. Погружная часть шахты. Значит, дальше, чё? Это история... Одели блюдца, вкрутили. Я так понимаю, что в этой модели блюдца на притирке. Бля, такая заеба, конечно, ещё и три штуки их собрать надо. Да, на притирке это прикольно. Значит, в собранном состоянии кальян проверяем. Эта штука работает. Очень прикольная вот эта типа клише Коррес, Хука и Аксессуарс. Выглядит это симпатично. Значит, здесь уровень, видимо, тяги ещё отмечен на шахте. Ну, в целом, неплохо. Не сказал бы, что больше всех мне нравится конкретно эта версия. Но сейчас разберёмся. Друзья, конкретно я заебался. Я надеюсь, что камик порезал половину всего, что происходило здесь сейчас, пока я собирал. Здесь, кстати, другой, другой мундштук. Выглядит тоже симпатично. Коннектор. Порт наш под шланг. И он здесь выполнен из полициталя, без магнитика, насколько я понимаю. Да, просто на притирочке, просто вставляется в наш кальян. Так, пацаны, пришло время убрать весь мусор отсюда, который здесь валяется. И вернуться с вами, обсудить табак в боках, забить три чашки. Может, даже сразу забью и вернусь обсуждать. Налью кальян в воду, воду в кальян и приду. Ну что, пацаны, возвращаемся. Давайте посмотрим, что у нас есть в описании, значит, продуктов. Кора с начала выпуска кальянов с регулированной тягой 2018 год. Значит, продукты. Здесь инструкции на разные продукты и, значит, цена. В целом, мы продукт рассмотрели, всё предельно понятно. Используется нержавеющая сталь, используется полициталь, используются, соответственно, местами крашеные вот эти элементы, крашеные детали. Декоративная накладка, значит, сплав D16, соответственно, это, скорее всего, какой-то алюминий покрашенный. За долговечность его, конечно, мы ничего говорить не будем, потому что бывает разное. Нам нужно все кальяны покурить и посмотреть, сколько они стоят. А стоят, в целом, кальяны довольно неплохо. Значит, оранжевый, оранжевый, где он? Оранжевый вот этот кальян стоит 8400 рублей за полный комплект, без колбы. Шахта, накладка, мундштук, ла-ла-ла-ла. Всё, короче, без колбы 8400 рублей. Значит, кальян вот этой первой модели 9400 рублей, если это цветная накладка, и 9000, если эта накладка чёрная. И, соответственно, кальян третий вот тот белый, 9000 рублей. Вот такая история. Кальяны из Санкт-Петербурга, в целом, то, что можно зарезюмировать уже сейчас, это, безусловно, то, что инновационная штука, инновационная уже довольно долго. То есть, типа, я думаю, что в целом, если сейчас кто-то и говорит о кальянах с регулируемой тягой, то в первую очередь, конечно же, вспоминают кальяны бренда Корос. Сейчас я их в целом, типа, себе представлял и каждый раз, типа, вспоминал, когда кто-то говорит про регулируемую тягу, именно про них, потому что, ну, в целом, они есть в медийке, они светятся, и с кальянами в целом рынок знаком. Как это выглядит? Ну, я не знаю. Вы обязательно напишите в комментариях, какой из трёх кальянов вам понравился больше всего. Во-первых, мне кажется, что под них желательно какие-то более утончённые и маленькие колбы использовать. Ну, скорее всего, мне больше всего понравился белый. Это всё не точно, всё на любителя. В целом, идея кальянов, каждого из этих кальянов, она одинаковая. Это вот этот, значит, металлический шумпол, с помощью которого ты можешь регулировать тягу своего кальяна. Мы покурим два, третий курить не будем, потому что, так, я на ощупь попробовал, когда наливал воду, плюс-минус тяга на кальянах одинаковая. Значит, а сейчас мы остановимся и поговорим с вами о бренде табачном, который называется Bacard. Вы наверняка что-то о этом бренде уже слышали. Он из Казани, он уже несколько лет, может, там, года полтора существует на рынке, ёбаные комары. Значит, он существует на рынке уже года полтора. Значит, это ребрендинговый и изменённый продукт. Я пробовал, Бакар, до этого. Вы наверняка видели эти банки. У ребят был большой стенд на Хука Клаб Шоу. Это было, ну, скажем так, совсем неинтересно визуально. К этому были споры как к финальному продукту, как непосредственно табаку, который человек покупает и хочет покурить. Сейчас многое изменилось. Значит, брендинг. Теперь минималистичный. Здесь написано Бакар. Табак продаётся вот в такого рода коробочках по, значит, 100 грамм. На коробке информация, что это за вкус, информация о группе ВКонтакте, Инстаграме и номере телефона. Вот бы сейчас посмотреть на пачку и зайти в группу ВКонтакте компании Бакар. Подумаете вы, и я думаю точно так же. Значит, что из себя представляет продукт? На 90% это Бёрли, на 10% это Вирджиния. Это средняя крепость. В линейке 32 вкуса. Я не совсем разделяю эту позицию выхода, блядь, с огромным количеством вкусов. Я думаю, что нужно начинать с самых-самых топов. Я не буду сейчас ручаться за всё, что производит компания. Мы с вами попробуем несколько ароматов, которые я ещё не курил. То есть у меня не всё. У меня ароматов, ну, я не знаю, банок 10, наверное, разных. Я курил не всё. Мне очень-очень понравилось, типа, в целом, как курица продукт. То есть это, я же не курю крепкие кальяны. Это та крепость, в которой я могу спокойно балансировать. Она не ебашит по горлу. Я могу курить долго. Я чувствую, значит, расслабляющий эффект. В целом, эта курица неплохо. Есть вопросы к тому, что нас ждёт внутри коробочка. Мы срываем акциз. Ну и, конечно, ждут нас здесь два пакетика по 50 грамм. Один из которых потёк. Ну, возвращаясь к теме того же Сибера, это не совсем круто. То есть визуально, конечно, когда ты смотришь на коробочку, тебе хочется, чтобы внутри была банка. Значит, у меня есть не такое большое количество вкусов. Поэтому этот выпуск в отношении Бакара, он будет ознакомительным. Значит, ознакомительным он будет потому, что я расскажу просто те вкусы, которые я уже покурил, и которые, типа, оказались прям топовыми. И два вкуса. Я попробую покурить вместе с вами. И ещё и попробую вместе с вами параллельно поиграться этой штукой от бренда кальяна под названием Корос. Кстати, да, обратим внимание на то, что на этом кальяне, в отличие от новых моделей, соответственно, первой модели бренда, значит, блюдца у нас металлическая, выполненная из язовеющей стали. Давайте пробовать. Я взобил два аромата, которые я ещё не курил. Это ароматы под названием Киви и аромат под названием Ева. Киви пахнет в целом неплохо из пачки, Ева пахнет, ну, какой-то химозиней. Значит, что я уже курил, и что мне, ну, понравилось. Аромат под названием Free Demons. Это, значит, непонятно что. Похоже, похоже, если помните, на вкус, который назывался Tony Destiny у компании Adalia. И ещё чуть-чуть похоже лично мне на какую-то жвачку Turbo. Значит, малина. Малина очень вкусная, в меру типа кисленькая, в меру ягодная, в меру сбалансированная. Это один из двух самых топов из того, что я сумел попробовать. Энергетик я не курю. Лёд, я ж не дурачок, чтобы курить. Forest Berries, по-моему, абсолютно, да, абсолютно посредственные ягоды. Ничего там сверхъестественного вы не найдёте. Блюбери, чернику я не курю. И, значит, Passion Fruit самый топовый аромат, который я из линейки табака Bacar успел покурить. В этой чашке, значит, у меня киви. Мне трудно было догадаться, что как раз из этого пространства, по кругу, значит, из этой щели у нас будет продуваться кальян. Давайте покурим, значит, с диффузором. Надо отметить одну фишку в отношении кальянов, Forest. Если ты набираешь воду для того, чтобы тебе комфортно было покурить её в состоянии, значит, диффузорной тяги, если ты поставил человеку, чтобы он покурил диффузорной тягой, как только он начнёт, значит, слишком играться и заиграется до того, чтобы поставить на тягу классическую и закроет диффузор, тяга кальяна рубится практически, типа, очень сильно, в ноль. И, соответственно, если ты хочешь покурить классическую тягу, не нужно ставить, значит, полностью на убранные диффузоры, на закрытые дырки. Сама по себе идея более чем прикольная. Красиво, 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 недорого и симпатично. Что касается, значит, вкуса, который я сейчас попробовал киви, нормальный киви, нормальный киви, не альфакера, но в сторону альфакера. Ещё раз повторюсь, это очень прикольная крепость. Не так много на территории России появилось продуктов, которые накуривают, которые крепкие, которые не ебашут по горлу, которые комфортно можно курить. Ну, то есть вот на трёх углях, на перегретой чашке, на вообще перегретой чашке от компании Япона Хука, я без проблем, значит, покурил и мне никакого дискомфорта не доставило. Я даже, по-моему, не покашляю. Следующий аромат, это аромат Ева. Его мы сейчас тоже оценим. Здесь, значит, что у нас с кальяной. Примерно то же самое. О, Ева Химозина. Такая же история, если ты делаешь человеку, наливаешь воды, чтобы он комфортно мог покурить в состоянии диффузорной тяги, если он поставит на максимум, у него тяга запорится вообще по максимуму. Ева. Невкусный аромат от компании Бакар. Значит, резюмируем. Кальяны Корос Хука. Это прикольный брендинг. Это симпатично выглядит. Это интересные, не просто, значит, реализованные, а полноценно раскрытые в современную, полноценную, большую фишку бренда. Кальяны, значит, с регулируемой тягой. Это прикольно. Это прикольно, что вот компания какая-то выбрала свой вектор, подумала, как это сделать, и раз, 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 и удовлетворила потребности одним продуктом, и людей, которые курят классическую тягу, и людей, которые курят тягу диффузорную. Тоже это прикольно, в том числе и для кальянных, которые, например, не обладают большими бюджетами, у которых есть, которым нужно угодить разным категориям гостей. Это удобно, потому что человек взял себе там три кальяна, и у него одновременно есть три кальяна и с диффузорной тягой, и три кальяна с классической тягой. Что же касается табака Бакар? Безусловно, в первую очередь у меня есть отличное, очень важное замечание для абсолютно всех молодых российских производителей табачных продуктов, кальяных на российском рынке. Не выводите много вкусов. Не выводите много вкусов по одной простой причине. Никто не будет оценивать ваш продукт по топам. Если бы я конкретно хотел доебаться, то я бы покурил маракую, малину, сказал, блядь, это вкусно, и еще бы забил все остальное и сказал, ну, черника мне не нравится, это химозно, это посредственно и так далее. Проверяйте, проводите там дегустации, прообщайтесь с большим количеством людей, закидывайте мастерам, закидывайте блогерам, общайтесь с людьми, узнавайте, какие вкусы реально ждут на рынке, узнавайте, какие вкусы людям интересны, какие вкусы у вас получились наиболее удачные, и заходите в рынок именно с них. Именно поэтому мы сегодня не разговаривали о всей линейке ароматов табака Бакар, именно поэтому я вам сказал, что нужно попробовать, значит, фридеманс, маракую и малину. Попробуйте эти три аромата, они удачные, табак курица круто, мне он нравится, но все остальное, и тем более там сейчас закупать полные линейки себе, дегустировать и так далее, на данный момент времени, скорее всего, не стоит. Ну что, братва, давайте закруглять это словесное ушу. Значит, мы сегодня поговорили о прикольных кальянах бренда Корос, они стоят все до 10 тысяч рублей, это доступные деньги, это прикольная идея, и это интересно. Мы поговорили о табаке Бакар, 50 грамм, которого стоит 350 рублей в розницу, а 100-граммовая пачка стоит 600 рублей в розницу. Самое время поговорить о том, чтобы что-то подарить, что-то разыграть. Безусловно, я знаю, что вы ждете этого момента каждый выпуск, и каждый выпуск он настаёт. Братва, мы разыграем 2 кальяна бренда Корос, и давайте 5 наборов топовых вкусов, там по 5 штук топовых вкусов табака Бакар. Здесь, под этим видео, тебе нужно для того, чтобы выиграть, поставить лайк, зайти в комментарии, и оставить абсолютно любой комментарий. Напиши, как твои дела, напиши, имел ли ты дело с кальянами Корос, и как тебе вообще этот концепт кальянов с регулируемой тягой. Если пробовал табак Бакар уже новой версии, напиши об этом тоже здесь, в комментариях. Также напиши, как твои дела, и напиши, всё ли у тебя хорошо. Я за тебя переживаю. Подписывайтесь на канал, братва, ставьте лайки и рассказывайте своим друзьям. Чё кого, сучара? Пиздец, выпуск на 34 года. Субтитры сделал DimaTorzok